Она отключилась, короче, все, и мы на вертолете с ней там это, вот, ну, полетали, конечно, ну, конечно, и вид сверху, это, конечно, впечатляет. Это да. Я был, скажем так, с политической точки зрения я был еще в Европе, но с географической точки зрения это уже была Африка. Да. Был на острове Тенерифе, на Канадских островах. Не понял. И тоже вот на подлете, да, конечно, это не так очаровательно, как с вертолетом, с такой вот низкой высоты, но тем не менее, да, летели, были сплошные облака, и вдруг мы чуть-чуть отпускаемся и просто... Опустили, да. Да. И красота. Такая красота, да. Это да. Это было пять лет назад. А мы как раз вот это было пять лет назад. Знаешь, тогда мы были, ну, шли пешком туда, ну, к этому водопаду, там все огорожено, там, потому что были там несчастные случаи, там, ну, там, короче, там водопад там сильно, такие любопытные. Вот, бывало, что там падали, вот это все огорожено, и вот, знаешь, такое вот ощущение, вот ты к водопаду подходишь, там же вот эта вот вода падает, и вот эти брызги вот эти поднимаются, и все вот это вот, так, все в дожде, понимаешь? Как вот, там, очень много было японцев, которые пришли с зонтиками, но зонтики не помогли, потому что оно и сверху шло, и снизу шло, понимаешь? Все равно все были мокрые, вот, а вот когда вот на вертолете, ну, тут просто видно, вот когда пролетаешь над водопадом, и вот это вот, вот эти вот брызги все, они поднимаются еще, ну, я не знаю, там, метров, может, на 20, над водопадом поднимаются вот это вот. Ну, конечно, офигенно, да, были вот это, где там этот, как пометник, ой, как же его, ну, который открыл водопад Ливинстон, по-моему. По-моему, Ливинстон, вот, и там куча обезьян, там, и все, на коллекции. Радугу были, заметили или нет? Радугой было несколько, их было много, там, ни в одном месте, там, в нескольких местах радуги были. Так, что... И нас в гостинице сразу предупредили, говорят, так, балкон закрывать, потому что обезьяны лазают, вот, ну, чтобы домой не, ну, в номер, чтобы не заползали, потому что там берут все подряд. И вот, что еще, обезьянка одна там разбилась, вот, залезла, а там, знаешь, как вот, ну, гостинице, я не знаю, может быть, чисто оформление такое, там трубы сделаны, ну, по периметру гостинице, так, вот, и, видимо, она там соскользнула и упала на балкон ниже и разбилась. И, там, знаешь, вот, там, знаешь, вот, там, ну, как бы, высота между этажами большая, вот, и она там разбилась, и, знаешь, вот, такой момент, они же там не одни ползали, да? И, ну, я так понимаю, наверное, этот, как там, муж ее там или кто-то, понимаешь, там, вокруг нее там ходил, скулил, понимаешь, там, и это, блин, ну, так просто, вообще, ну... Я надеюсь, детки это были не заметили? Кто? Я надеюсь, детки. Нет, нет, нет. Хорошо, отлично. Нет, нет, нет. Мы сказали там администрации, там, так вот так у вас там это, ну, просто жесть, просто в сердце, как знаешь. Ну, да, конечно, да. Там, так же самое, когда, да. Он подходит, его трогает, понимаешь, что-то там поднять, понимаешь. Когда так же самое и собачку там садят. Как человек, понимаешь, он, как человек, она упала там, еще, еще дергалась, понимаешь, он ее там, ну, пытался поднять, понимаешь, там все такое. Он долго возле нее еще сидел. Да. Вот так вот. А так путешествовали по Европе. Ну, ладно, не будем о плохом. Да, а так путешествовали? Нет, нет, в Европе, смотрите, в Европе я не то чтобы путешествовал, я, в общем, что у меня пересадки были. Так что я не могу сказать, что я там, ну, я могу сказать, что я был там в Абстердаме и, так, и в Гамбурге. Я был по пересадке. Да, да, да. Но опять, что я там видел, ну, аэропорт видел. Я понял. Такое. Я понял. А так вообще, ну, я вот здесь, ну, на предприятии работаю, у нас много было людей из Европы, они приехали, ну, приезжали, монтировали оборудование, ну, и как бы с ними общался. Вот, были из Голландии, были из Голландии, были из Италии, были, ой, как же его называется, маленькая страна такая. Ну, как же, как же, с кем? А, из Дании, из Дании, да, ну, и, в общем-то общались. Меня, ну, так как я с английским, как бы, ну, чуть-чуть знаю, ну, в помощь кидали, что там, ну, там, что помочь, там, может быть, там, ну, ему что-то надо, там, может, инструмент какой-то, может быть, что-то, ну, в плане, там, помощи. Ну, и вот, общался с ними, там, и такое. Ну, как-то так, вообще-то. Угу. Понятно. Понятно. Ладно. Хорошо. А вы там у бабушек, у бабушек повозите, куда дальше? А потом посмотрим. А потом посмотрим. Мне самое главное, чтобы... Вы имеете в виду по работе или же по путешествовать? По работе. По работе. А, я вольный казак. Я вольный казак. Если кто-то предложит хорошие условия, я не откажусь. А, то есть, вы отучились, и, как бы, теперь ищете место, может быть, где-то что-то там получится, да? А, ну, смотрите. Я был, отучился еще в 2010-м. Потом был, работал, ну, в этом, как его, в сфере обслуживания, в общепите. Потом был, переехал в 2014-м году в Лондон. И там был, как раз, начал работать администратором на ресепшен, ночным... То есть, я там был, как бы, ночным дозорным в хостеле. И мне, как раз, понравился туристический бизнес. И, когда был, вернулся в Италию, то нашел был работу уже в гостинице. И, вот, на данный момент с туристами в гостинице мне больше всего нравится работать. А там, в Италии, ничего не предложили? Ну, вот был, отработал до ноября месяца. До ноября месяца? Угу. Контракт закончился, да? Да. Так что, я как бы, ну... Я понял. Если кто-то скажет, типа, а ты знаешь, есть работа, какие-то перспективы в Германии, пойду в Германию. Если будет в Италии что-то интересное, друзья подскажут. Пойду в Италию.